Здравствуйте! Приветствую вас на своем видеоканале! Сегодня решил продолжить серию видео что стоит делать чтобы ваше время истекло позже и раскрыть еще некоторые особенности русской бани! А именно рассказать вам про детские сказки для детей и взрослых как очистить печень и почки в бане! Одни эксперты считают, что банно-оздоровительные процедуры и без того достаточно серьезная нагрузка на ваш организм! И в должной мере очищение крови и очищение организма происходит! Другие эксперты считают, что можно расширить комплекс процедур и включить активно в работу и печень и почки в бане! Чтобы еще в большей мере очистить ваш организм! Вот как вам разобраться? Я с точки зрения нормальной физиологии покажу вам как работают эти процессы! А вы сделаете свой выбор! Стоит вам заниматься дополнительными процедурами в бане чтобы улучшить работу печени и почек? Или не стоит? Что обычно происходит в бане? Опытный банщик различными манипуляциями как в парной так и во время вашего отдыха между посещениями парилки регулирует оздоровление вашего организма! И если первое посещение парной создает запас тепла в организме а первое потение оптимально оно должно происходить во время первого парения дает максимально возможное очищение вашей крови! Второй заход в парную продолжает перегревание организма в ответ на которое ваш организм активно расходует воду накопленную в санитой ткани, в клетках и вместе с нею те шлаки и токсины которые могли задержаться в вашем организме активно перемещаются через кровь и вы их видите в виде активного потоотделения! Третий заход, третье посещение парной — это контрольное! Если запасы воды в вашем организме еще остались то очищение организма продолжается! Если бытует мнение, что в бане можно усилить работу почек! Если вы правильно подготовились к банному дню у вас за цикл трехчасовых банных процедур в почке образует примерно 100-200 мл мочи! и это здорово! Почки также участвуют в очищении крови но не так активно, как потовые железы! Если хочется этот процесс усилить единственный вариант, который используется рекомендую пить воду между посещениями парной в разных видах! В чистом виде может быть вода! а может в составе каких-то компотов, соков, чаев! Что при этом происходит? Избыток воды, попавший в пищеварительную систему, активно всасывается в кровь! Увеличивается объем крови! И нормальный здоровый организм при этом реагирует сбросом этой воды! Иными словами, активируются почки и вы видите, что почки стали работать лучше! Они образуют больше мочи! И у вас создалась иллюзия, что теперь еще в большей степени ваш организм будет очищен и выйдет из бани более здоровым! На самом деле это совершенно не так! Как только вы начали употреблять воду в бане, вода попадает в кровь, удаляется через почки, и вы продолжаете очищение крови, которая уже очистила первое потение во время первого захода в парную! Антураж присутствует! Нагрузка на сердце увеличена! Сердце вынуждено перекачивать значительно возросшие объемы жидкостей и сбрасывать их через почки! А что с очищением организма? А его уже нет! Организм перестал очищаться, потому что вода из санитоткани теперь в кровь не попадает! Тут уже есть избыток воды, который ваш организм выделяет через почки! Те шлаки и токсины, которые накопились ранее в санитоткани, у клеток, в клетках, они так и останутся вам в этот период времени на память! И будут ждать следующих очистительных процедур! Если же хочется усилить работу печени, это еще более интересное событие в вашей жизни! И что при этом может произойти? Как это обычно происходит? И какие результаты вы можете получить? Вы узнаете прямо сейчас! Если работа почек оценивается по количеству и качеству образующейся мочи, то работа печени — по количеству и качеству образующейся желчи! Иными словами, если в бане хочется усилить работу печени — нужно давать желчегонные! А именно — холиоретики! То есть те, которые влияют на образование желчи! Да! Ваша печень будет лучше работать! Заполнять желчный пузырь! Но! Если вы правильно питались перед баней — ваш желчный пузырь и так уже практически заполнен желчью! И стоит дать желчегонную нагрузку — как желч из желчного пузыря попадет в кишечник! Если желч попадает на любые желчегонные без еды, которая может ее нейтрализовать — вы получаете элемент слепого зондирования! Кто делал слепые зондирования — знает, чем заканчивается! Обычно через 2-3 часа у вас появляется учащение стула! Это, конечно, произойдет не в бане! А после бани! Но! Образование желчи — 99% — это вода! Попадание желчи в кишечник раздражает стенки кишечника и усиливается секреция соков! Иными словами, еще большее количество воды попадает в просвет кишечника из вашей кровеносной системы! И если вы запасы воды имели небольшие перед этими процедурами — вода у вас закончится в организме значительно быстрее! Иными словами, раньше увеличится вязкость крови и нагрузка на сердечную мышцу! И если вы пытаетесь различными желчегонно-мочегонно-патагонными чаями разнообразить спектр банно-оздоровительных процедур, то кроме вреда для здоровья — это ничего больше не приносит! Внешние спецэффекты у вас будут! Мочи образуются больше! Работа кишечника после бани усиливается! Напомню, пищеварительная система — это каскад взаимосвязанных систем! где переваривание пищи на одном уровне способствует более правильному перевариванию пищи на другом этапе — до полного расщепления пищи на простейшие компоненты! Как только эта система пытается нарушиться — любым способом! То ли это слепое зондирование, то ли вот таким способом! Потом очень сложно восстановить работу пищеварительной системы для полноценного снабжения вашего организма всем необходимым тем, что было заложено в пище! Практическое содержание в пище различных химических веществ — витаминов, макро, микроэлементов, белков, жиров, углеводов — для вас теряет свое значение, если пищеварительная система работает неэффективно! А таким способом легко и просто можно нарушить работу пищеварительной системы! Более того, когда хотят очистить печень в бане, то для полного восстановления печеночной клетки проходят обычно от двух до четырех месяцев! А в бане вы доходите в среднем около трех часов! Иными словами, за такой короткий промежуток времени ни очистить печень, ни улучшить ее работу серьезно — невозможно! Поэтому даже частое посещение бани и попытки улучшить работу печени кроме вреда для вашего здоровья ничего не принесут! Для того, чтобы восстановить работу печени! Чтобы она лучше участвовала в обмене веществ! Многие, кто ходят в баню, у них есть жировой гепатоз! Либо стеатогепатит! И неважно, стеатогепатит алкогольный, либо неалкогольный, вирусный, либо медикаментозный! Те, кто принимают медикаменты, в них всегда есть элементы гепатита! Или стеатогепатита! Если медикаменты принимаются длительное время! И восстановление работы печени требует времени от двух месяцев! А не до трех часов в бане! И для восстановления работы печени нужно обеспечить себе правильное питание! Как минимум посмотрите видео, которые на моем канале откликаются на слова жировой гепатоз! Посмотрите видео про хронический панкреатит! Как правило, он уже в этом случае присутствует! Посмотрите видео консультации врача-диетолога онлайн! И вы получите больше информации, что вам нужно делать между посещениями бани! Для того, чтобы ваша печень работала лучше и дольше! А в бане лучшее, на мой взгляд, все-таки правильно использовать потение! И правильно использовать те запасы воды, которые вы создали в своем организме! Конечно, банщик будет контролировать ваш уровень здоровья! Чтобы выжать воду из организма до предпоследней капли! Потому как последняя капля жестко увеличивает вязкость крови и нагрузку на сердечно-сосудистую систему! И легко умереть! На моем канале есть несколько видео серии особенностей русской бани! Есть как правильно пить воду и как правильно питаться до бани! Когда пить воду нужно в бане! Какую воду нужно пить в бане! Такие видео есть! Как и как закаляться в бане! И вы их можете просмотреть в любое удобное для вас время! А я бы не советовал вам в бане усиливать работу ни печени, ни почек! Это может очень плохо закончиться! Даже если вы прекрасно подготовились к банным процедурам! И у вас огромные запасы мобильной воды находятся в организме! Которую вы можете расходовать и на активное охлаждение организма через отоотделение! И вода выходит через легкие, чтобы не стала критически густой слизь в дыхательной системе! Или вы после бани не познакомились с таким диагнозом как пневмония! Либо не обострили бронхит! Трахеобронхит! Бронхит со спатическим компонентом! Либо бронхиальную астму! А работа печени и почек будет обеспечена правильным питанием! Между посещениями бани это правильно! И печень, и почки работают в режиме реального времени! 7 дней в неделю! 365 дней в году! Если он не высокостой! И 24 часа в сутки! И посещение бани 1 или 2 раза в неделю по 3 часа не окажет существенное влияние на очищение вашего организма! А вот правильное питание! Правильный образ жизни! В котором баня как бриллиант может завершать процессы очищения более интенсивно! В этом случае ваш уровень здоровья будет выше! И продолжительность жизни также! И качество жизни будет несколько иным! Конечно, если даже у вас есть почка, песок или камни, вряд ли вы в бане сможете обильным употреблением воды способствовать их активному удалению! И обострению этих не самых простых заболеваний! Вот с печенью может произойти по-иному! Даже густая желчь может сыграть злую шутку с вашим организмом! В шее желчного пузыря есть рефлексогенная зона! И попадание в нее! Контакт с рецепторами, которые там есть! Любого достаточно плотного образования! Это может быть сгусток желчи или камушек, который был пропущен на УЗИ! Может синхронно нарушить работу сердца! И в лучшем случае это будет аритмия! В худшем случае — спазм коронарных сосудов со всеми вытекающими отсюда последствиями! Поэтому не рискуйте! Сказки для детей и взрослых есть! Но их нужно знать! А правильно использовать особенности нормальной физиологии человека! Для того, чтобы достаточно нагрузочные процедуры в бане переносить легко! Организм очищать максимально полно! И уровень здоровья поддерживать на высоком уровне! Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать! Про детские или, скажем так, не самые детские сказки для детей и взрослых! Как очищать свой организм в бане! И рисковать своей жизнью! Если вы считаете, что части из вас я раскрыл глаза на интересные события! Не забудьте поставить лайк на это видео! Можете отправить своим друзьям, знакомым, родственникам! Я понимаю, что дизлайк могут подставить только безработные врачи-кардиологи! Врачи-реаниматологи! Сотрудники ритуальных служб! Потому что такое экстремальное отношение к своему организму в бане может плохо закончиться для вас! Но увеличением работы для них! До новых встреч на моих каналах! Крепкого вам здоровья! И разумного к ним отношения! Продолжение следует...